Почему вчера мне стало ясно, что все по-настоящему? Потому что об этом стали говорить уже официальные российские лица. Российская Федерация заявила, что отправила резервы в Курскую область на прорыв границ. Министерство обороны России сообщило, что к границе с Украиной в Курской области выдвигаются резервы российской группировки войск. Значит, что там дальше сейчас? Как там говорится? Украинские войска в количестве до 300 человек с применением 11... Это первые такие сообщения, робкие, первые еще, да? С применением 11 танков, 20 бронированных машин атаковали российские подразделения в районе государственной границы в Курской области. Атака началась в 8 утра 6 августа. О, как. Да, быстро мы, однако, их смяли, их оборону. Удар пришелся по позициям подразделения прикрытия государственной границы Российской Федерации в районах зеленых пунктов Николова-Дарьина и Олешня Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе. Теперь войска прикрытия госграницы совместно с подразделением пограничных войск ФСБ России пытаются отбить атаку. То есть россияне признали, что они перекидывают туда войска. Как минимум, это говорит о том, что первая цель нашей операции, украинской операции, операции вооруженных сил Украины достигнута. Первая цель была, чтобы россияне сняли с других участков фронта свои войска и их наступление замедлилось. Потому что попробуйте наступать, когда нужно одновременно Курск спасать. И Курску, кстати, атомную станцию и вообще много чего. Лихтме, лихтме. Дальше. Что и бои в приграничных районах Курской области, что известно на данный момент. Зачитываю Ксению Собчак. Околовоенные паблики пишут, что при границе сохраняется напряженная обстановка. Бои по-прежнему идут в Суджанском и Кореневских районах. Канал «Два майора» пишет, что со стороны Свердликова, это такое село Российской Федерации, подразделение ВСУ на БТР, Страйкер. Я, кстати, думал, что мы только на украинских производствах БТРах. Нет, на американских, говорят россияне. На БТР Страйкер смогли выйти на трассу Рыльск-Суджа. Вот, интересно, да, Рыльск-Суджа. То есть, когда они у нас какую-нибудь трассу, они, чтобы перекрыть какую-нибудь нам трассу, помните, у нас месяцами все это происходит, они все перекрыли трассу. Мы за один день перекрыли трассу Рыльск-Суджа. Канал отмечает, что ожидать скорого прекращения атак не стоит. В Курской области продолжаются ожесточенные бои. Военкор Поддубный пишет, что украинские военные продолжают перебрасывать резервы к границе, которые будут задействованы в атаках на населенные пункты Курской области. Вау, мэджик! То есть, оказывается, если во все это верить, наши первые части прорвали вот эти оборону, и дальше в эту дыру в обороне устремились уже другие, ну, как говорят, тысячи наших солдат. Устремились туда, действительно, в тылы, потому что там открывается оперативный простор, насколько я понимаю. Жители города Суджи рассказали телеграм-каналу Ксении Собчак, что в город в данный момент впускают автомобиль, из него также можно выехать, но из-за обстрела дороги, которая выходит из Суджи, некоторые жители проводят время исключительно в подвалах. Выезжать местных жителей призывают только по центральной трассе на Курск, потому что ее охраняют военную, но и там можно нарваться на украинский дрон. Обстрелу подверглось село Замосте, которое находится под Суджей. Из-за внезапного обострения часть людей потеряла связь с близкими, которые живут в Судже. То есть, короче, город Суджа мы реально, возможно, сегодня возьмем. Первый город именно, не села, которых взято много, мы до них дойдем во всем описании этого хаоса. А вот BBC уже, британцы, Минобороны РФ больше не утверждает, что украинская диверсионная группа, в кавычках, отступила из Курской области. Пост в телеграм-канале Министерства обороны России, на который мы, то есть BBC, британцы, ссылались в одном из предыдущих постов, был отредактирован. И теперь слова об отступлении украинской диверсионной группы из Курской области в нем отсутствуют. Так что российские агентства сначала сказали, что все, все, атака отбита, а сейчас уже они этого не утверждают. Вот так. Так, Министерство обороны удалило эту информацию, значит, о том, что... А, да, вот, значит, есть сообщение о том, что Минобороны России удалило эту информацию. И Z-блогер Юрий Подоляко пишет, что... Ну, почему я сегодня так много Z-блогеров, потому что от кого мы еще можем узнавать информацию о том, что происходит в Курской области? Наши не сообщают ничего нам и правильно делают, не наше дело собачье. Давайте читать Z-блогеров. Юрий Подоляко пишет, что противнику ближе к вечеру, после того, как он ввел в бой второй эшелон, он, то есть, вклинется на нашу территорию в районе национального пункта Свердликова. Уже завтра утром, вероятно, отсюда последует... То есть, это вот сегодня утром еще более мощная, чем сегодня атака, по всей видимости. ВСУ будут закрепляться на занятых позициях на нашей, то бишь, их российской территории, насколько это возможно. Телеграм-канал «Два майора». Потери есть и будут, ибо такой звездорезки не было уже давно. На территории старой России такой не было вообще за весь период СВО. Пишет телеграм-канал «Файтер Бомбер». Итак, звездорезка в старой России. Ну, старая действительно. Сейчас мы уже действительно вошли на территорию старой России. 34 года по нынешним временам старая, наверное, для России, правильно? Это в Европе 34 года, это молодость. В Украине тоже. Для России 34 года. Старая страна. Вот в нее мы и зашли, и там устроили звездорезку. Но что из этого можно вытянуть? А вот, что ВСУ заняли позиции в Курской области и закрепились на них. То есть наши не просто зашли. Вот сейчас все рассказы о том, что, дескать, наши там ездят по дорогах и бомбят. Это не так. Наши зашли и закрепились на позициях. То есть теперь, вот россияне и так по всему фронту пытаются наступать по восьми направлениям одновременно. Как это все выглядит? Вот наши окопы, блиндажи и так далее. Они пытаются сбрасывать бомбы там, наступать маленькими группами, прорывы на танках совершать. Но все это на территории Украины. Из-за этого разрушают все, что есть в Украине, естественно. Но все это превращается, ну, вы видели на видео с дронов, что все это огромные просто серые поля, так сказать, или какая-то грязь, скошенные деревья. Вот теперь мы то же самое делаем, будем выкашивать Российскую Федерацию. Потому что теперь, если россияне хотят продвинуться, им придется штурмовать позиции ВСУ в Российской Федерации. Понимаете? Мы просто перенесли войну на территорию Российской Федерации. Наши там закрепились, никуда уходить не собираются. Ну, как россияне не собираются уходить из-под Вовчанска, да, добровольно. Так и наши никуда уходить из-под Суджи не собираются, еще Суджу можно взять. А дальше можно тоже пойти. И вот теперь воюете. Теперь вам придется силы тратить там. Или вы не собираетесь, или вы собираетесь нам подарить. Может они собираются нам, ну до этого мы еще дойдем. Подарят они нам эту территорию россияне, Украине или не подарят, мы до этого еще дойдем. Дойдем, дойдем, дойдем. Вообще, мне сегодня вспоминался, однако, был у нас такой министр инфраструктуры, Амелян, помните, возможно. Давно это было уже, лет пять назад. И он тогда закрыл железнодорожные сообщения с россиянами, с Россией вообще. И сказал несколько тезисов. Тогда над ним смеялись так многие, что в Россию теперь будут ходить только медведи. Ну, дескать, потому что поездов больше не будет. Это был первый тезис. А второй, что мы обязательно освободим все наши территории, Донбасс, Крым и желательно Кубань. Это он сказал. И все восприняли это со смехом и шутками. Но это перестает быть шуткой. Во-первых, действительно, в Россию теперь ходят только медведи. Потому что ведь не только Украина закрыла железнодорожные сообщения, теперь все закрыли. Самолеты больше не летают в России. Автобусы через большую часть границ России не ходят. То есть Амелян оказался прав. И пока не Кубань, но уже Курская область постепенно переходит под контроль Украины. Поменьше имели шестер российских военных, среди которых не менее двух срочников, попали в украинский плен. Ну что ж, одного из них зовут Кельвин Кляйн. Другого, я думаю, Пьер Карден. Знаете почему? Потому что во Франции, когда выходил фильм «Назад в будущее», то там Макфлая звали Пьер Карден, а не Кельвин Кляйн. Потому что тогда марка Кельвин Кляйн в те годы, когда-то в 80-е годы, была известна только в Америке, а в Европе ее не было. Поэтому в Европе это был, его звали Пьер Карден, этого же самого персонажа. Кстати, в Италии его звали Левайс. Потому что, опять-таки, ни та, ни другая марка не были известны в Италии. Но сейчас глобализация Кельвина Кляйна. У всех в сердце Кельвин Кляйн, поэтому все гораздо проще. Видимо, второй Пьер Карден. ПК, пограничная команда, Пьер Карден. Хотя нет, там Пи-Си, да? Карден через Си пишется. То есть по-русски Песе. Ну, сами понимаете, Песец. Дальше, значит, видосик показан, как, ну, есть было много видео, где летают самолеты на низкой высоте. Там едет человек, россиянин, по дороге в Курск области, а над ним самолеты прямо на нулевой высоте Су-25. Я даже не понял, это наши или российские. Ни черта непонятно в данный момент было. Но дальше показали, да, горит при этом какая-то техника прямо на шоссе. Показали сверху, как наши сожгли два танка, которые на тралах пытались перевезти россияне в Суджу, чтобы отбивать атаку, наши сожгли эти два танка. Наши вообще под полный огневой контроль взяли Суджу, и постепенно мы сделаем из нее Бахмут, вот увидите, или вовчаться. Что там дальше? Ну, конечно, всякие там временно исполняющие губернатора Курской области Алексей Смирнов записал видеообращение, заявил, что на границе Дунбаи, бла-бла-бла-бла. Я когда смотрел обращение вот этого Смирнова, я вообще не мог понять, это фейк или по-настоящему. Ну, типа, это настоящий их губернатор или фейковый губернатор? Так что, на губернатора, сука, не похож вообще? Я думал, что это наши запилили фейк. Ну, про то, что вы, говорит, там, он местным жителям говорит, так как на нас тут напала Украина, вы прячетесь где-нибудь, вдруг будут бомбить нас. Вот такое примерно обращение. То есть, очень помог. Прям помог он своим гражданам. Еще сильные прилеты, это уже сегодня ночью, со вчера на сегодня, в городе Курчатов, Курской области, где находится Курская атомная электростанция. А вот это уже серьезно и интересно и сладко было бы, если бы нам удалось взять город Курчатов и взять под контроль Курскую атомную электростанцию. Во-первых, она запитывает большую часть юга России. Соответственно, мы бы отключили, естественно, юг России электроэнергии полностью. Ну, а что, конечно. И тогда уже, я думаю, что, кстати, и Москва бы не выдержала. Потому что Москве пришлось бы снабжать юг, а дальше до свидания. Да, все эти перетоки. Ну, попробуйте. Вот мы справлялись, теперь ваша очередь. Ну, и потом Курскую атомную станцию, если захватить, то на ней уже можно в подвалах разместить военную технику. Спокойно, да. Забрать себе, подключить к нам провода Курской атомной станции и нас уже запитывать Украину с Курской атомной станции. Естественно, эту команду инженеров там русских отстранить, арестовать. А наших, кого выгнали с Запорожской атомной станции, посадить на Курскую атомную станцию. Тип, я думаю, реактора такой же. Спокойно Курская атомная станция стала бы украинской на это время. На время до окончания войны. Отличной была бы, я считаю, операция. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok